Адвентизм Адвентизм Баптизм также берет свое образование в Америке, хотя он, как мы знаем, в 1609 году был основан Джоном Смитом в Европе, в Англии, в Голландии, распространялся в Англии, в Голландии. Но, тем не менее, свои основные черты приобретает в Америке, и там возникает такое движение в начале XIX века, в первой половине, так будет точнее, XIX века, как адвентизм. Что означает само слово адвентизм? Адвентизм означает адвентус, адвентус латинского ожидания. То есть, адвентисты сказали о том, последователи этого движения, что все христиане забыли о главной вести, о том, что Христос скоро придет. Возглавил это движение Улием Миллер, отставной капитан, то ли у него было ранение какое-то, то ли по болезни. Он ушел в отставку и поселился на ранчо своего дедушки, где примкнул к баптидскому движению, читал Священное Писание, понимал его по-своему. Мы видели из предыдущих встреч, к чему приводит такое понимание Священного Писания по-своему. Поэтому здесь очень важно помнить такой принцип, который меняет смысл. Если люди начинают вкладывать слова в свое понимание, то меняется и смысл всего Священного Писания. Например, как из известного предложения «казнить нельзя помиловать», «казнить нельзя помиловать», смотря где поставить запятую. Поэтому всегда есть такая опасность, и она существует и до сегодняшнего дня, когда люди берут Священное Писание из рук Церкви и трактуют его по-своему. Итак, адвентизм. Улья Миллер читает Священное Писание, он получает такую лицензию от баптистов-проповедника, и он обращает главное внимание на пророческие тексты. Это книга пророка Даниила и также тексты книги Откровения. В частности, он читает пророка Даниила, 8 глава, 14 стих, где говорится о том, что пройдет две тысячи вечеров и утр, и святилище очистится. Действительно, это пророчество, вот как оно звучит дословно, «И сказал мне на две тысячи триста вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Речь здесь идет о восстановлении Иерусалимского храма. И, в общем-то, эти события исполнились еще до Рождества Христова. Но, и мы это рассмотрим и увидим, но Улимир вкладывает в эти слова свое понятие. Он здесь берет день за год и говорит, что через две тысячи триста вечеров и утр, то есть, через две тысячи триста лет, будет конец света. Ему, ну, то есть, пришествие Христа. Ему остается только найти точку отсчета, откуда считать эти две тысячи триста лет. И он находит одну из дат, она не одна, не единственная была, но она ему была удобна, одна из дат о восстановлении Иерусалимского храма. Это дата, 457-й год, Артаксеркс, да, он издал указ о восстановлении Иерусалимского храма после его разрушения. И до Рождества Христова, да, и Улимир говорит о том, вот она, эта дата, и теперь остается только прибавить. То есть, 457 до Рождества Христова, плюс две тысячи триста вечеров и утр, либо отнять, две тысячи триста минус четыреста пятьдесят семь. Получается, тысяча четыреста, тысяча восемьсот сорок третий год. Тысяча восемьсот сорок третий год. Движение начинает набирать, как я сказал, свои обороты в тридцатых годах. И вот эта дата указана, люди поверили. И адвентизм, это еще не были адвентисты седьмого дня, это было целое адвентистское движение, которое охватило всю Америку. Это движение было надконфессиональным. Люди не причисляли себя ни к какой конфессии. Они провозглашали и брали книги, и брали призывы из книги Откровения, говорили, выйди из нее народ мой, то есть из разных конфессий, для того, чтобы встретить пришествие Христова. Снова повторю, они сказали о том, что якобы весь христианский мир забыл о том, о чем обещал Христос, что он придет на эту землю второй раз. Но я не знаю, о каком всем христианском мире они говорят. Церковь православная всегда исповедовала в символе вере, которую мы поем на каждом богослужении, в каждой молитве он читается, каждым православным христианинам в домашних правилах, где сказано, и паки грядущего со славой, судите живыми и мертвыми, уже царство не будет конца. И снова. То есть паки, значит, снова. То есть мы это исповедовали всегда. Символ веры, как мы знаем, он обрел, вот так как мы его читаем на двух соборах, в Никео-Цареградском соборе, в общем-то в IV веке, с IV века мы об этом всегда помнили. Поэтому странное такое представление, что об этом кто-то забыл. Наверное, просто кто-то не обратился к кому-то, да, подочнее узнать об этом. И, в общем, адвентизм набирает в Америке такие свои обороты. Оля Мировна предсказывает год, но его последователи говорят, ну а какой же день и час? И тогда Миллер говорит, что никто не знает ни дня, ни часа, в который придется и на человеческие. Но ему сказали его последователи, ну если никто не знает ни дня, ни часа, то год и месяц предсказать можно. Вот такое вот буквоедство. Да, оно очевидно, то есть день и часа не знает, а год и месяц можно. И Миллер предсказывает месяц, это март, ну и вынуждает его, в общем-то, раз март, ну, значит, 21 марта на Востоке, тогда, когда празднуется день солнца равноденствия, да, и празднуется день весны, и, в общем-то, Новый год. И вот это движение вобрало у себя десятки и десятки, и сотни тысяч человек. Миллер даже указал, насколько я помню, в Миннесоте, гору, на которую нужно собраться, и вот эта гора, и на нее именно явится Христос, и люди там собирались, собрались, люди отдавали все, свои дома, бросали учебные заведения, не сеяли поля, а зачем? Завтра придет Христос, и ей гради Господи Иисусе, мы на небо. То есть, Америка тогда переживала, в связи с этими эсхатологическими настроениями, такие лжи эсхатологическими, переживала, в общем-то, серьезный кризис. Это было не одно лишь такое, мы еще рассмотрим и другие события, которые были связаны с другими движениями такого религиозного характера. И вот люди собираются, все раздают, и об этом, кстати, если хотите, можете почитать, ярко описывает Марк Твен. Сейчас не вспомню точно, в каком произведении, но можно, в принципе, найти и уточнить. Он описывает, что они собрались на гору, сотни тысяч людей начали петь песни, ждать в белых одеждах, и вот 12 часов ночи, как описывает Марк Твен, какая-то звезда прокатилась по небу, то есть метеорит, все завыли, и думали, Марк Твен так пишет, как гиены, и думали, что вот уже он грядет, но нет, это метеорит, снова какой-то метеорит, опять, но ничего не происходило, 2, 3 утра, 4, 5, 6, 8, и уже день, а Христос не пришел. Люди разошлись, но Миллер предупреждал, что он может ошибиться на один год, и поэтому назначается вторая дата, 1844-й, и теперь он уже говорит, ну, теперь уже точно должен прийти Христос, потому что согласно законам прецессии и прочее, там есть различные законы, что мы знаем, что сдвижение календаря, и он говорил, что год может быть по его представлениям. И тогда люди опять собираются, движение еще больше усилилось, опять собираются на гору, ну, история повторилась. И этот день в адвентизме, и у современных адвентизм седьмого дня, называется Днем Великого Разочарования. Действительно, Христос не пришел, но на этом все не остановилось. У Миллера, Миллер здесь сказал о том, что все, что-то я неправильно понял, но его последователи не унимались, и был такой последователь, его и соратник, некий Сноу. Этот Сноу гулял по полю, и он начал читать Евангелие от Матфея 24 главу, что было, в общем-то, логично, потому что Евангелие от Матфея 24 глава, она эсхатологична, там Спаситель говорит о том, что явятся лжехристы, лжепророки, дадут великие знамени, так что престият даже избранных, как бывает видна молния от востока до запада, так будет пришедать сын человеческого. То есть, он всё это исследует, исследует, исследует. Он хочет выяснить, в чём же ошибка, где. И он доходит до 25 главы Евангелия от Матфея. Можем её открыть и посмотреть. То есть, он прочитал всю 4 главу, и тут есть такие слова. «Тогда будет подобно Царству Небесной десяти дел, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих». И вот пятый стих. «И как жених замедлил, то задремали все и уснули». И вот шестой. «Но в полночь раздался крик. Вот жених идёт выходить навстречу ему». И все сказали, есть даже целая такая терминология и в некой мере учение, как полночный крик. И тогда снова, вернее, сказал о том, что полночный крик, «А, Христос замедлил?» Понятно. Если день за год, 2300 вечеров и утро – это год, а что такое значит полночный? Это значит полгода. И тогда назначается третья дата на осень. Отчитывается шесть месяцев. И он сказал, «Вот Христос замедлил, но через полгода он обязательно придёт». Кто захотел, тот поверил. Миллер уже не очень в это верил, но тем не менее деваться было некуда. И они назначают третью дату. Но всё снова и снова повторилось. И здесь вот после того, когда не было этого пришествия Христова, которое они ожидали и высчитывали по своему разумению, то на арену выходит молодая девица, которую сейчас современный адвентист седьмого дня почитает пророчицей. Это Елена Гарман-Вайт. 17-летняя девушка из методистской конфессии, которых методистов звали. У них было такое прозвище, как «Книжная моль», потому что они настолько вгрызались и буквально понимали Священное Писание, понимаете, что, в общем-то, и уничтожали, что делает моль. Она, в общем-то, уничтожает то, что читает. И она сказала о том, что Миллер не ошибся. Миллер всё высчитал правильно. Она вышла в собрание, дали слово. Она на вытянутой руке держала Библию, в которой там, по утверждениям адвентистов, было около 16 килограмм в течение часа. И листа её показывала тексты, которые она цитировала. В общем-то, тут видно, что она обладала, держать просто так нельзя, какими-то медиумоспособностями. Ну, а то, что цитировала, точно показывала. Здесь ничего удивительного нет. Мы помним, когда дьявол искушал Христа в пустыне, то он тоже цитировал, в общем-то, 90-й Псалом. Но от этого он в покаяние не обрёл, обрести не может. И многие, кстати, видя это, они ей поверили, и она утверждала, что Миллер не ошибся. И вот здесь современные адвентисты, которые, адвентист седьмого дня, которые, так скажем, такой поговорка, открещиваются от миллеритского движения, а тем не менее, расчёты Миллера, эти, в общем-то, лжерасчёты, они втаскивают в сегодняшние современные свои 28 доктрин. Одна из этих доктрин – это доктрина о небесном святилище. В чём ошибка? Если, что сказала Елена Вайт? В чём ошибся Миллер? Она сказала, Миллер в расчётах не ошибся, Миллер ошибся только в том, куда придёт Христос. И вот она заявляет, что в 1844 году Христос пришёл на небо туда, в небесное святилище, и начался предварительный суд, открылись книги суда, и вот с 1844 года начался предварительный суд. Но проверить никто не может, вошёл там Христос во святая святых на небе или нет. Но кто захотел поверить, тот поверил, и, в общем-то, поверили многие, и началось, по сути, с этого момента движение адвентистов седьмого дня. В чём ошибка? Давайте рассмотрим. Ошибка в том, что 2300 вечеров и утр, понятие 2300 вечеров и утр, нельзя брать день за год. Почему? Потому что пророк Даниил, когда хочет сказать о годах, он использует совсем другую терминологию. Например, семь седьмин до Христа Владыки, это 490 лет, точное указание на Рождество Христово, пол седьмины. То есть, мы видим, что говоря о периодах, то есть, о годах, он использует эту терминологию, чтобы не было путаницы. Но когда он говорит о точных днях, как сутках, то он здесь говорит, был вечер и было утро. Откуда эта терминология был вечер и было утро? Он ее, если хотите, цитирует и берет у пророка Божия Моисея. Давайте вспомним, как пророк Божий Моисей, когда творился этот мир, говорит о сутках, о творении, о суточном творении. «Был вечер и было утро день один». Так и сказано. «И был вечер и было утро день один». «Был вечер и было утро день второй». Можем посмотреть, например, книгу, вот у меня есть, книгу Септуагинта, и здесь сказано на греческом языке, что «был вечер и было утро день один» звучит как «эспера кахмера». То есть, «был вечер и было утро». И пророк Божий Даниил, когда использует это слово в сочетании, он тоже самое говорит. «Эспера кахмера». «Был вечер и было утро». То есть, это сутки. Поэтому Элена Вайт, заявляя о том, что Миллер не ошибся, ошибка была лишь в том, куда он придёт, а расчёты были точные, по сути, втаскивает в доктрину адвентистов седьмого дня ложное понимание. В чём поэтому адвентистам седьмого дня, современным, а они адвентисты седьмого дня, современные, верят, что Бог сотворил этот мир именно за шесть дней. Это написано в их, в общем-то, вероучении, которое называется в начале было слово, где растолковывается двадцать восемь доктрин. Поэтому, либо надо пересмотреть тогда учение о том, что мир творился за шесть дней, и эспера кахмера это сутки, либо тогда признать, что Элена Вайт, она, в общем-то, совершила здесь ошибку. Да, сказав, что Миллер не ошибся, а это явная ошибка. Это пророчество, оно исполнилось. Да, о чём же тогда это пророчество. Это пророчество исполнилось, что значит две тысячи триста вечеров и утр. Это шесть лет, шесть с половиной лет согласно иудейскому календарю. Иудейский календарь отличается, в нём, по разным подсчётам, триста пятьдесят, примерно, триста пятьдесят дней. Поэтому, это пророчество сбылось, когда и где? Когда в 169 году до Рождества Христова Антиох Епифан, находясь в Иерусалиме, осквернил храм, об этом было предсказано. Вот, и поругано будет место сие у Даниила 8.11. Именно за это нечестие, согласно пророчеству, должна была простираться власть Антиоха над иудеями в течение две тысячи триста вечеров и утр. Так оно и было. Антиох Епифан кончина царя Антиоха последовала в 164 году. Да. А в 169 началось до Рождества Христова. Поэтому, если посчитать, математика простая, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 6, и там ещё несколько месяцев, да, почти 6,5 лет. Это пророчество исполнилось, об этом пишет преподобный Ефрем Сирин, цитата. Итак, в продолжении такого числа, речь о 2030 вечеров и утре, Антиох будет владычествовать над иудеями, а потом, правда, Божия припобедит его, внезапно поразив его на обратном пути с востока. Действительно, через 6 лет он умирает, он упал с коня и умер. И бедствия закончились, и в 164 году началось до Рождества Христова восстановление Иерусалимского храма. То есть, это пророчество сбылось. Вот какая опасность, когда человек берет Священное Писание, вводит других людей в заблуждение, в общем-то, ставит в нехорошее положение людей, которые уверовали в это лжепророчество. Снова повторю, нельзя брать здесь день за год. Иногда говорят, ссылают, что у Бога тысяч лет, как один день, а один день, как тысяч лет, тогда вопрос, почему он не взял один год, один день за тысячу лет, а взял день за год. Такая произвольная какая-то интерпретация, с чем это связано, очень даже сложно сказать. Поэтому эта доктрина ложная до сих пор есть у адвентистов. Также современные адвентисты седьмого дня, они распространены во многих странах мира, их насчитывается достаточно немало, ну, например, есть такая статистика, 17 миллионов 800 человек в мире, в бывшем Советском Союзе 126 тысяч, почти 127, больше всего из бывших постсоветских республик на Украине 54 тысяч 222 человека, также имеет свое учебное заведение, когда-то это была семинария, теперь стал институт в Тульской области, в поселке Заокском. Еще одной центральной доктриной, которая отвечает, которая отличает адвентистов седьмого дня от других разных конфессий, это почитание субботы, поэтому они называются адвентисты седьмого дня. Елена Вайт, как пророчица, она утверждала, утверждала то, что ее Христос брал на небо и водил там за руку, и вот однажды при таком полете, когда она летала на небо, то Христос, водя ее за руку, подвел ее к десяти заповедям и указал на четвертую заповедь закона Моисеева, который гласит, помни день субботний, дабы святить святить его. Шесть дней работы, делай всякие дела твои, а день седьмой Господу Богу твоему, не делай вон и день никакие дела и так далее. Ни сын, твоя, ни дочь, ни раб, ни пришелец. И далее говорится, почему не надо делать никаких дел, потому что Бог за шесть дней сотворил этот мир, а день седьмой почил. И вот после таких путешествий на небо, как это описывается в их литературе, она написала немало книг, например, как «Великая борьба», «Пророки и цари», «Патриархи и пророки», «Путь ко Христу» и другие. Пашти комментарии на все книги Ветхого и Нового Завета, такой пространный комментарий. И она, когда возвращалась оттуда, то в их литературе так и написано, что она несколько дней не могла прийти в себя, то есть фактически была в состоянии некого такого обморка. У меня всегда вопрос, интересные встречи с Богом, когда человек находится в состоянии обморока. Мы на самом деле в Священном Писании читаем совсем другое. Если женщина, которая страдала 12 лет коротечения, подошла ко Христу, стала здорова. Если человек был лунатик, одержимый бесами, и Христос изогнал беса, то он отдал отцу этого несчастного человека здоровым. То есть нигде не говорит, что он потом там лежал несколько дней после встречи со Христом и не мог встать. Вот такие интересные факты. Что же касается субботнего дня? Вся беда адвентистов седьмого дня в том, что они не могут различить, хотя достаточно серьезно изучается Священное Писание, изучаются древние языки, но не могут различить события, которые происходили в Новом Завете до воскресения Христа и после. Они часто указывают на то, что надо соблюдать субботу на все тексты, которые свидетельствуют о жизни Христа Спасителя до Его воскресения. Конечно же, до воскресения Христова не было никакого смысла, да и, наверное, неким таким преступлением соблюдать воскресный день. С какой стати? Да, конечно же, Христос так и сказал и пришел не нарушить закон, но исполнить. Конечно, по своему обыкновению он входил в день но зачем ему входить куда-то еще, если в синагоге по субботам собирались иудеи. Конечно же, и Мария и Магдалина остались по заповеди в день покоя и не пошли помазывать Христа, потому что он еще не воскрес. И вот на эти тексты все даются ссылки. Но мы видим, что уже после того, когда Христос воскрес, сам Христос является апостолом уже в день воскресный, в первый день недели. День воскресный называется в Священном Писании первый день недели. Например, об этом сказано, что он явился женом Мироносицем в Евангелии от Матфея, 1 глава, 9 стих, Марии Магдалине в Евангелии от Марка, в первый день недели, 16 глава, 9 стих, апостолу Петру, Евангелии от Луки, 24 глава, 34 стих, Клеопе и Луке, когда они шли в Эмаус, он явился в первый день недели, 24 глава, 13 и 32 стих, 11 без Фомы в Евангелии от Иоанна, 20 глава, является в первый день недели, когда апостолы ради страха иудейского убежали и затворились в горнице. И потом, когда уже апостол Фома был и 12, опять же сказано, он явился в первый день недели. Что такое первый день недели? Это воскресенье. И апостолы соблюдали после воскресного дня первый день недели, воскресенье. Где об этом сказано? Деяния апостолов, 20 глава, 7 стих, сказано, в первый день недели собрались для преломления хлеба, то есть на тайную вечерю. Поэтому, конечно, после воскресенья, что нужно написать, сказано, нигде не написано. Как это не написано? Смотрите, ведь написано первый день недели. А потом, надо сказать, а что нужно еще написать, если сам Христос воскрес в первый день? Он своей кровью и своей жизнью написал о воскресном дне. Точно так же можно привести параллель, когда адвентисты говорят, нельзя крестить младенцев. А покажите мне, где буквально сказано, что нельзя, и баптисты тоже, что нельзя крестить. Нет такого текста в Священном Писании. Младенцев крестить нельзя. Просто вы делаете из этого вывод, что если не может веровать, да, потому что еще младенец, поэтому и нельзя. Потому что здесь понимается вопрос, да, вопрос очень важный, вопрос в области христианской антропологии, учения о человеке. Потому что надо сказать следующее, что когда человек и Адам и Ева отпали от Бога, то произошла катастрофа не просто на уровне духовном, или сознательном, или написанном. Произошла катастрофа на уровне и физиологическом. Люди, изменилась природа человека, люди не имели вот этих кожаных рис, которые мы носим сейчас, были как бы прозрачные, у них была совсем другая природа. И так как человек был венцом творения, то связи с отпадением от Бога изменилась его природа. И поэтому для восстановления человеческой природы приходит Христос. И здесь недостаточно просто уверовать в него на уровне мысли, для того, чтобы и осветиться, и получить освещение своей природы необходимы те таинства, которые даны в церкви. То есть через прикосновение с благодатью Божьей, через материальные прикосновения. Можно здесь сказать в дальнейшем и о Евхаристии, и о Святом Крещении. То есть человеческая природа исправляется не просто на уровне сознания. Поэтому отпадение было не просто нарушение безнравственного закона. Слышите? Не просто это был не просто моральный какой-то такой нравственный плохой поступок. Если бы это был просто моральный нравственный поступок, то можно было бы моральными нравственными правилами все восстановить. Нет. Человек восстанавливается теперь через церковь, которую Христос создал здесь на земле. Поэтому это так. Через церковь, которую Он создал здесь на земле и церкви своей что дал? Таинство, которое он сам установил И священство, и Евхаристия И Евхаристия это не просто символы А для того, чтобы человек соединиться Физиологически исцелиться И духовно Человек это не только духовное существо Ему необходимо Войти куда? В покой Христов Поэтому, что такое суббота? Что такое суббота в Новом Завете? Надо еще здесь отметить Что православные никогда не отменяли субботу Не было такой булы, циркуляра или указа В католичестве да, было Снова здесь призываю адвентистов Не путать догматы Рима-католицизма И православные догматы Они совершенно разные У нас разное понимание иконопочитания У нас разное понимание почитания святых Чем в католичестве Почитая святых Мы, как сказано у апостола Павла Я говорил об этом в прошлой беседе Можете посмотреть Взирая на кончину О иконопочитании Взирая на кончину их жизни Сказано Подражайте вере их Сам апостол Павел призывает Подражайте вере тех людей Которые уже умерли Поэтому мы на иконах изображаем этих людей Не мертвых А помни об их жизни Мы же не изображаем там Мертвых людей По поводу мощей Тоже посмотрите предыдущую лекцию Все обоснования Все эти понятия Обоснования Они есть Они утверждены церкви Поэтому снова повторю Елена Вайт действительно Так и говорила Если кто все-таки доверяет Как-то еще ее Работам Сочинением Которое она написала Она В Великой Борьбе Она говорит О искажении Искажении священного писания Рима католицизмом Но Ни слова Елена Вайт Не говорит о православии Ни слова Поэтому это тоже Важно заметить То ли она была с этим Незнакома То ли она просто Отжествляла Опять же ошибочно Православие католицизм Разные у нас Совершенно доктрины Поэтому мы не вместе Поэтому нет нас И в совместных Ни молитв Ни причастий Это очень важно Понимать Итак Что такое Суббота Для православного человека Это шаббат Где в ком Во Христе Сказано Спаситель говорит Придите ко мне Все труждающиеся Обремененные И я успокою вас И найдете Что Субботу В душах ваших Что значит Субботу Шаббат И найдете Шаббат Покой душам вашим Вот где покой А как прийти Ко Христу Это соединиться С Его Церковью Которую он здесь Учредил На земле От которой уже Неоднократно Это повторяю Русско-православная Церковь Может показать Апостольскую преемственность От апостола Андрея Первозванного До патриарха Кирилла Патриарх Кирилл 179 Не надо путать Православную Церковь С риммокатолицизмом У нас патриарх Он не глава Церкви Глава Церкви Христос И из-за этого Произошел Откол риммокатолицизма От православия Что мы не приняли Этого Еще в 1054 году Православная Церковь Не приняла То против чего Протестуют адвентисты Что Один человек Может быть главой Церкви Вместо Христа У нас все Если что-то решается Все решается Соборно Патриарх Это Первый Да Среди равных Он избирается Как это и было В Иерусалимской Церкви Посмотрите Деяние апостола 15 глава Кто там Председательствовал Первый Среди равных Апостол Иаков Он выслушал всех А потом Помолившись Как сказано Деяние апостола 15 глава 28 стих Изволить нам И Дух Святому И дается определение Как делать Как поступать Как не поступать Вот где покой Мы обретаем Во Христе Как снова повторю Через таинство Например Можно сказать Что Следующее Нужно сказать следующее Что Христос Здесь на земле Сам учреждает таинство Таинство крещения Где сказано Кто не родится От воды и духа Не может войти В Царствие Божие Можно ли Крестить людей В младенческом возрасте Да За них веруют Кто Крестные Может ли веровать Человек За другого человека Ему прощаются грехи Может Почитайте внимательно Евангелие от Марка Когда расслабленного Принесли ко Христу То Не имея возможности Евангелие от Марка Вторая глава Пятый стих Будет ключевой Не имея возможности Его Этого парализованного Человека Поднести ко Христу Они прокопали Кровлю дома И спустили его На полотне И тогда Как сказано Христос Видя веру их То есть Видя веру Принесших его Говорит Чадо Прощаются тебе Грехи твои Человек Который лежал На этом полотне То есть По вере этих людей Были прощены грехи Снова повторю Порча греха Как сказано В послании Апостола Павла Кремлен Пятая глава Двенадцатая стих Как одним человеком Грех вошел мир Так перешел во всех Человеков Порча греха Это не только Нрав безнравственный Поступок Он передается Из поколения В поколение Как смерть Закон энтропии Вошел в жизнь Человек И поэтому Восстановление Может быть Только через рождение Поэтому крещение Это рождение Так Спаситель говорит В беседе с Никодимом Кто не родится От воды и духа Не войдет В царствие Божие И в этом смысле Ребенок крестится По той причине Чтобы убрать Ту порчу Которая была в нем Надо спросить А на какой день недели Обрезали Младенцев В ветхозаветном Израиле На восьмой На восьмой день недели Но Что мы можем Сказать Что в ветхозаветном Израиле Можно было А что такое обрезали Пару воскрещения Что Когда пришел Христос Благодати стало меньше Так Спаситель сам говорит Не препятствуйте детям Приходить ко мне А как дети могут Прийти К Спасителю Только через таинство крещения Родиться в нем Во Христе Кто не родится От воды и дух Не войдет В царствие небесное Да Дети Наследуют Царствие Божие Но Без рождения Человек не может Наследовать царствие Божие Это очень важный вопрос Следующий Который вопрос Который не принимают Также адвентисты И баптисты И другие Они считают Что Евхаристия Это какие-то символы Но это не так Под видом хлеба И вина Мы принимаем Истинное тело И истинную кровь Иисуса Христа Не надо опять Нам приписывать Католическое понимание Этого вопроса Не верим мы Что это физически Превращается В мясо Или Господи помилуй И в кровь Нет Это тайна Божия Спаситель так сказал Мы это делаем В это верим Где об этом сказано Об этом сказано В Евангелии Атаана В Евангелии Атаана Шестая глава Здесь очень пространно Но я позволю себе Это зачитать Спаситель 48 стиха Говорит Я есмь хлеб жизни Отцы ваши Ели манно В пустыне И умерли Хлеб же Сходящий с небес Такого Что идущего Не умрет Я хлеб живой Шедший с небес Едущий хлеб Сей будет жить Вовек Хлеб же Который я дам Есть плоть моя Который я отдам За жизнь мира Видите Он говорит Что хлеб этот Это плоть моя 51 стих Тогда иудеи Стали спорить Между собой Говоря Как он может Дать нам Есть плоть свою Слушайте Как будто Про кого-то Это сказано Тоже спорят Как это так Как это плоть Иудеи так спорят Не могли понять Духовное Все понимали Буквально Хочу напомнить Да Что буквы убивает А Дух Животворит Видите Дальше 53 стих Иисус сказал им Истинно Истинно Говорю вам Если не будете Есть плоти Сына человеческого И пить крови Его Ни о каких символах Здесь речи не идет Говорится прямым текстом Если не будете Есть плоти Сына человеческого И пить крови Его То не будете Иметь себе жизнь 54 стих Едущий Мое плоти Пиющий Мою кровь Имеет жизнь Вечную И я воскрешу Его в последний день 55 стих Ибо Плоть моя Истинно Есть пища И кровь моя Истинно Питие Трижды Повторяется И еще Четыре Вот 56 стих Едущий Мою плоть Пиющий Мою кровь Пребывает во Мне И я в нем Несколько раз Эта мысль Утверждается Самим Спасителем Что здесь еще Надо доказывать Какие символы Какие прообразы Снова повторю Познакомьтесь С православным Веручением О святой Евхаристии О почитании Икон О святых И прочее Бессмертие души Как это понимает Не Рима Католицизм А православие Православное Веручение Оно есть Оно изложено Пожалуйста Догматическое Богословие Современное Может быть Протерея Олега Довыденкова Пожалуйста Или Двухтомник Митрополита Макария Где все Это изложено Все Эти понятия И все Все исповедание Веры Дальше Как послал Меня живой Отец И я живу Отцом Так идущий Меня Жить будет Мною Еще раз Не сказано Что едущие Символы Там Да А едущий Меня Сей-то Есть хлеб Шедший С небес Не так Как отцы Ваш Ели манну И умерли Видите Он говорит Нет Это не просто Хлеб Как отцы Ели манну Когда народ Израильский Помнен После 430-летнего Рабства Выйдя из Египта Господь его Питал Манной Небесной Не такой Это хлеб А какой 58 стих Едущий хлеб Сей Жить Будет Вовек Сирия Говорил Он В синагоге Учав Капернауми Видите Это было Учение Это были Не просто Слова Многие Зачеников Слышат То говорили Какие Странные Слова Кто Может Это Слушать Не так И рассуждают Сегодня Современные Невопротестанты Которые Не верят Во Христа Как он Может Как Иудеи Раптали Как он Может Дать нам Есть Плоть Свою Или Какие Странные Слова Кто Может Это Слушать Но Иисус Зная Сам В себе Что Ученики Его Ропщут На То Сказал Им Это Ли Соблазняет Вас Слышите Это Ли Соблазняет Вас И увидите Сына Человеческого Восходящего Туда Где Был Прежде Дух Животворит Слышите Дух Животворит Плоть Не пользует Немало Слова Которые Говорю Вам Суть Дух И Жизнь Но Есть Из Вас Некоторые Неверующие Вот Так И Сказал Для того Ли Говорил Я Вам Что Никто Не Может Прийти Ко Мне Если То Не Дано Будет От От С того Времени Многие Из Учеников Это Многие Учеников Его Отошли От Него И Уже Не Ходили С Ним Никто Себя Не Узнает Отошедший От Церкви И Уже Не Ходящий Со Христом Потому Что Соблазнил Вопрос Евхаристии А Это Единственный Доступ Который Мы И И И И И И И И И Человек Это И Дух И Душ И Тело Нельзя Только Говорить Что Я Уверовал 2000 Лет Назад Что Христос Умер Воскрес И Я Спасен Нет Даже У Адвентистов Есть 28 Доктрин У Баптистов Есть Свои Правила У Пятьдесятников Есть Свои Книги Так Называем Человеческое Предание И Как мы Знаем Чем Заканчивается Глава Спаситель Говорит Не Хотите Ли Вы Отойти Он Говорит 12 Ученикам Что Они Отвечают Кому Нам Апостол Петр Отвечает Кому Нам Господи Ити Кому Нам Господи Ити Ибо У Тебя Глаголы Вечной Жизни Поэтому Новый Завет Чтобы Если В Ветхый Завет Нужно Было Входить Как По Обрезанию А В Новый Завет Мы Входим Через Крещение Через Приобщение Тела И Крови Христовой Поэтому Новый Завет Это Не 27 Книг Нового Завета А Новый Завет Он В крови Христовой Об этом Пишет Апостол Павел Первое Послание Коринфянам 11 Глава 24 Стих И Восблагодарив Преломил И Сказал Примите И Едите Сие Тело Мое За Вас Ловимые Сие Творите Мое Воспоминание Так Ж И Чашу После Вечер И Сказал Сие Чаша Новый Завет Слышите Новый Завет В Моей Крови Вот Что Такой Новый Завет Кто Принимает Это Таинство Таинство Крещения Затем Таинство Евхаристии Новый Завет В Моей Крови Сие Творите Когда Будете Пить Мое Воспоминание Нельзя Как Рассуждают Баптисты Адвентисты Нельзя Творить И Прочее Да Это Только Как Поминки Здесь Два Составляющих Есть Тело Христов И Воспоминания Тоже Новый Завет В Крови И Воспоминания Тоже Как Первое Важно Так И Второе Это Важно Понимать Поэтому Нет Другого Доступа Соединения Со Христом Слово Божие Освящает Человека Да Но Этого Недостаточно Есть И Другие Правила Которые Дал Сам Спаситель Для Освящения Нашего Естества Потому Что Мы Отпали От Него Текст Мы Прочитали Он Говорит Никто Не Имеет Жизнь Себе Если Не Будет Приобщаться Тело И Крови Христов О чем Что Еще Надо Объяснять Пожалуйста Надо Внимательно Читать Нельзя Сказать Что Это Просто Символы И Образы Нет Не Говорил Христос Спаситель О символах И Образах Утверждение Несколько Раз Все Есть Тело Мое Все Есть Кровь Моя Только Так Мы Можем Войти В Завет Со Христом Крестившись В Его Церкви Которую Он Здесь Основал На Земле 2000 Лет Назад Которая Имеет Благодать Святого Духа Хватит Что Что Там Исказили Что Там Испортили Ту Полноту Истины Которая Была Дана Церкви В день Пятидесятницы Если Мы Скажем Что Апостолам Не Была Дана Вся Полнота Истины В день Пятидесятницы Тогда Мы Скажем О том Что Апостолы Что Недопонимали Им Нужно Было Какое То Развитие Догматов Церковь Сохранила Все Это Утвердила На Вселенских Соборах И Сегодня В Ничего Не Изменяется Восповедание Веры Что Было Утверждено Духом Святым На Соборах А Собор Это Голос Святого Духа Снова Напомню Я Уже Об Этому Сегодня Сказал Но Напомню Деяниях Апостолов В пятнадцатой Главе Вопрос Был Очень Серьезный Иудеи Говорили Которые Стали Христианами По Неофитству Они Говорили Если Не Обрежутся Люди Которые Приходят В церковь То Не Спасутся Вопрос Архиважный О Спасении И Тогда По Этой Причине Собор Первый Иерусалимский Собор На Котором Приседательство Апостол Илаков И Они Выносят Определение Какое Изволяйся Нам Изволяйся Святому Духу И Нам Деяния Апостолов Пятнадцать Двадцать Восемь Не Налагать Не Пили Кровь И Как Хотите Чтобы С Вами Поступали Так Вы Поступаете С Другим Будьте Здоровы Еще Очень Важный Вопрос Адвентист Седьмого дня Соблюдают Так Назваемые Доктринальные У них Это Вопрос О Чистой Нечистой Пищи Но На Этом Соборе Этот Вопрос Был Уже Решен И Ничего Этот Собор Не Говорит О Что Важно В Церковь Должны Ли Обрезываться Нет Должны Ли Соблюдать Закон О Чистой Нечистой Пищи Нет Почитайте Деяния Апостолов 15 28 Может быть Поленитесь Открыть Я Не Поленюсь Смотрите Вот Оно Определение Пожалуйста Нетрудно Найти Вы Же И Адвентист И Все Все Говорите Что Читаете Священное Писание Ну Читайте Тогда Давайте Все Так Иметь Глаза И Видеть И Иметь Уш И Слышать Ну Написано Не Придумано Это Вот Пожалуйста 15 28 Ибо Угодно Святому Духу И Нам Не Возлагает На Вас Никакого Бремени Вхождения В Церковь Вопрос Зашел Как Язычники Должны Входить Церковь Не Возлагать Никакого Бремени Кроме Сего Необходимого Воздерживаться От Идоложертвенного Раз Крови Два Удавлены Три Блуда Четыре И Не Делать Другим Чего Себе Не Хотите Соблюдая Сие Хорошо Сделайте Будьте Здравы Вот Оно Определение Духом Святым Они Говорят Дух Святому Изволь Синам Ничего Здесь Нет А Рыб Без Чешуи Или Раздвоенных Копыт Жвачку И Прочее Определение Которые Были Еще Ветхом Завете Вот Короткое Условие По которому Человек Может Принять Крещение И Войти В Завет Со Христом В Новый Завет Который Снова Повторю В его Крови Об этом Говорит Апостол Павел И Вот Эти Тексты Апостола Павла Которые Мы Зачитали Ранее Мы Знаем Что Апостол Павел Был Особым Образом Призван Кем Христом Так Да Когда Он Шел По дороге В Дамаск Он Был Среди 12 Апостолов Нет А откуда Он Знал Как Христос Взял Преломил Из Предания Святого Вот Так Он Сам Очевидцем Этого Не Был Но Он Это Описал Как Совершалась Святая Евхаристия Поэтому Предание Всегда Первично А Священное Писание Вторично Не Верите А откуда Пророк Божий Моисей Знал Как Бог Сотворил Этот Мир А Бог Ему Показал Открыл Духом Святым Через Вот Это И Есть Предание То Что Мы Понимаем Под Преданием Посмотрите Другую Лекцию Где Критерии Понимания Священного Писания Дух Святой Открыл Ему И Он Потом Это Записал Откуда Авель Например Знал Какие Чистые Нечистые Животные Об Этого Сказано Четвертой Главе Книги Бытие Сказано Что Он Приноносил От Стада Своего Да Лучше От Стада Своего То Чистое Животное Агнца Ведь Об Этого Написано Только Уже Намного Позже Других Книг Пяти Книжек Пророка Моисея Дух Святой Ему Это Открыл Поэтому Нельзя Проверять Буквой Надо Проверять Духом А Этот Дух Святой Церковь Сохранила С Дней Пятьдесятницы Через Своё Рукоположение Я уже Сказал Сейший Патриарх Москов Сея Руси Кирилл 179 От апостола Андрея Первозванного Всегда Я повторяю А Передаётся Благодать Святого Духа Через Рукоположение Как Где Об этом Сказано 2 Тимофей 1.6 Апостол Павел Пишет Своему Преемнику Тимофею Епископу Возгревай Дар Божий Который В тебе Через Моё Рукоположение Так и хочется Снова Сказать Ну давайте Читать Священное Писание Давайте Читать Не в Какой Интерпретации 19-20 Века Посмотрите Что было До этого Неужели Так Опять Этот Стереотип Существует Всё-таки Это Наше Постсоветское Прошлое Когда Сказали Что Ну вот Тогда Это было Тёмное Прошлое И да Двумя словами Перечеркнули Всю историю Сейчас Слава Богу Они начали Вспоминать А теперь Мы будем Строить Светлое Будущее Нельзя Так Огульно Просто Взять И отклонить Историческую Церковь Ведь Христос Сказал Я С вами Во все Дни До Скончания Века И нет Никакого Учения Так Называем Невидимой Церкви Адвентисты Ещё Учат Седьмого Дня О Остатке Они Слушайте Но это опять Очередная Какая-то Такая Аморфная Я бы сказал Байка Давайте Посмотрим Слова Спасителя Помните Евангелие От Матфея 18 глава 15 стих Там сказано Если брат Согрешит Твой против Тебя Пойди Обличай Один На Один Послушать Приобрел Брат Твой Не Послушает Возьми Двоих Троих Двоих Троих Не Послушать Скажи Церкви Церкви Не Послушать У меня Вопрос Если Церковь Не Видимо Как Исполнить Слова Христа Скажи Церковь Я Что Должен Бегать По Всем Конфессиям И Говорить О том Что Где Здесь Искренне Верующие Люди Да Мне Тут Надо Исполнить Слова Спасителя Скажи Церковь Видимо Церковь Видимо В своем Исповедании Она Есть Во все Дни До Скончания Века О Спаситель Сказал Даже Как Тут Превращать Все В Такой Абсурд Какой Надо Сесть Внимательно Как Призывает Пророк Еремия Остановитесь На Путях Ваших И Познайте Что Есть Путь Древний Предлагаю Остановиться На Путях И Действительно Разобраться Ведь Дело Это Не Просто Так Что Ты Хороший Я Плохой С Большим Уважением Я Отношусь К Адвентистам Да И Знаю Баптистов Знаю И Их Учения Знаю Посещал Неоднократно Баптистские Собрания И Харизматические И Другие Но Нельзя же Так Не Вникнув В То Чему Учит Церковь Брать Протестовать Римкатолические Догматы Приписывать И Говорить Что Вот Да Мы Тут Правы Поэтому Давайте Прислушаемся Снова К словам Порока Божьей Еремии Остановимся На Путях Наших И познаем Что Есть Путь Древний Храни Господь И Помощь Божьей Внеси Свой Вклад Оцени Подпишись И Поделись Этим Видео